я не могу вам его открыть а если подойдут друг другу физически но ребят смотрите я объясню такую следующую вещь да вот когда люди стареют когда люди стареют половые органы у них как правило не работают и представляете два человека по 60 лет уже ну казалось бы все какой секс и как вы понимаете людей которые связывал только секс им очень сложно потом приходится в зрелом возрасте потому что они могут между собой находить общий язык ну то есть понимаете здесь очень такая то тонкая грань на какая-то вот ты вроде с одной стороны думаешь блин ты не знаешь когда ты умрешь да ты ты не знаешь когда ты там ну как твоя жизнь повернется да вроде бы с одной стороны тебе живи здесь и сейчас а с другой стороны тебе говорят типа думай прежде тем что то сделать и человечество в вечном таком знаете поиски какой-то правильной жизни настоящий и как бы чтобы все было счастье были счастливы и так далее ну как бы да многие же в основном себе рисуют такую жизнь где все счастливы где все хорошо где там секс любым человеком и так далее здравствуйте здравствуйте и вот с каждым годом с каждым годом до человек задумывается о том что такое правильная жизнь пить мне не пить курить не курить употреблять наркотики не употреблять наркотики да то есть какую религию принимать ислам правильно либо православие правильно либо буддизм правильно да то есть каждый человек в таком поиске какого-то мона поиски какой-то определенной цели который он хочет прийти но вот вроде бы он работает вроде бы у него все хорошо да вот есть любимая работа там зарабатывает он деньги а дальше что многие люди конечно с этим заморачиваются я очень я кстати между прочим с этим тоже столкнулась потому что есть вот люди до которые вообще вот не пьют не курят не употреблять наркотики у них все нормально не все хорошо есть люди тоже которые курят употребляет наркотики выпивает и у них тоже как ни странно все хорошо то есть и ты думаешь блин а какую правильность жизнь выбрать ну то есть как так как про так как 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 жить правильно так что там у нас было написано так у меня папа 64 ему маму уже привнуть старик старику рознь кстати у меня тоже самое было абсолютно то же самое у меня тоже мама папа очень сильно ревновал сожалению он умер недавно но я примерно такие же были отношения и причем что я знаю что у моих родителей в отношениях были измены я об этом прекрасно знаю вот но ну как бы и родители тоже знают но они в тем не менее прожили 33 года точнее 33 года бы исполнилось им вот краски в мой день рождения им тем свадьба и 33 года были исполнилась совместная жизнь и неделю после знакомства почему ты так одета ты же мусульманка и что Но я всё-таки прихожу к такому умозаключению, что я ближе агностик с принятием ислама. Так. Я не могу, к сожалению, определиться между религиями. Я не могу принять только христианство, либо только ислам, либо только буддизм и так далее. Я во всех религиях, поэтому мне ближе агносцизм. Ошибаешься. Не может быть, что пьют, курт, употребляют наркотики, чтобы всё было хорошо. Не может быть такого. Но творческие личности, кстати, в основном так и делают. Я не знаю... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То есть вы хотите сказать, что вы даже на праздники не берёте ни одной сигаретки в рот, Не пьёте алкоголь И не курите кальян Нет, мне нужно, чтобы вот кто не пьёт... То есть хорошо. Хорошо. Ладно. Тогда следующий вопрос. Правда, никогда не употребляла ничего и даже нет желания. То есть тебя останавливает только сахарный диабет, а так бы ты курила бы и пила, да? Получается так. Правда, никогда не употребляла ничего и даже нет желания. Я имею в виду про сигареты, я имею в виду про алкоголь. Шампанское там на Новый год. Да, может быть. Ну вот мне интересно, например, люди, которые вот не пьют, не курят, да? Как вы расслабляетесь? Вот если вы не пьёте, не курите, вот чем вы занимаетесь в свободное время? Что вы делаете в свободное время? Привет. Привет. Привет, привет. Пробовала, но у меня рвота на рефлекс. Аленка, спасибо. Повторюсь еще раз, что никто не принял алкоголь, сигарету и так далее. Хорошо, а как тогда ты расслабляешься? Вот, например, у тебя стрессовая ситуация, ну, к примеру, да? Как ты успокаиваешь свои нервы? Вопрос как к трезвому человеку. Просто я дело в том, что сейчас изучая психологию человека, мне интересно услышать ваши ответы. Они, кстати, для меня будут очень ценными. Это будет для меня очень ценная информация, из которой я сделала определенные выводы и анализ. Привет, красный уступный, привет. Привет из Ново-Шахтинска, привет. Расслабляться можно по-разному, конкретно. Давайте, вы мне будете отвечать, вот смотрите, я отвечаю на свой вопрос, вы мне задаете ответ, ну, как без воды, да, говорите ответ без воды. Вот, мне интересно, как расслабляется человек, который не пьет, не курит, вообще, не кальяны, не еще что-то. Вот как вы расслабляетесь? Мне интересно. Привет с Гомеля, привет, была в Гомеле. Пью медвежью дозу успокоительного и начинай уборку. Вы в курсе, что успокоительные – это те же самые алкалоиды? Ну, то есть, получается, без успокоительных, без каких-то дополнительных веществ вы не можете успокоить свои нервы. То есть, вы прибегаете, получается, к каким-то специальным дополнительным веществам. Значит, все равно, получается, зависимость какая-то, она есть. Ты очень умная девочка. Когда люди наносят макияж, мне нравится сам процесс, Алинка. Да, мне тоже нравится. Вам мешает на лбу, на лбу в тушку? Нет, я не хочу убирать татуировку на лбу, она мне нравится. Просто дело в том, что, смотрите, я недавно начала заниматься самокопанием, начала заниматься самопознанием. И вообще, в принципе, чтобы прийти к определенному уму заключению, так как я начинающий психолог, я много изучаю, читаю, общаюсь с людьми. И мне все-таки интересно, да, вот люди, которые никогда в жизни не пробовали наркотики, которые никогда в жизни не выпивали алкоголь, никогда в жизни, там, не курили кальян и так далее и тому подобное. Как вы успокаиваетесь? Это делается для чего? Для того, чтобы понять для себя вообще, существуют ли какие-то способы для того, чтобы можно без алкоголя жить нормальную, спокойную, здоровую жизнь, без срывов. Без алкоголя успокоиться, разве нельзя жить и радоваться жизнью? А, так я это у вас спрашиваю. Если ты знаешь, как? Ем сладко, опять же таки, наркотик. Заедаешь стресс. Камила, спасибо. Кстати, заедание стресса, то тоже у меня такое и было. Периодически у меня такое бывает, что я начинаю заедать стресс. Ну вот, редко сейчас, но тем не менее. Сейчас я позволяю себе в день максимум две конфеты сладкие. Если я понимаю, что у меня стресс, я вот прям на стрессе или там еще что-то, у меня сразу начинается, я бегу, начинаю его заедать. Я беру там одну-две конфеты и все. Раньше я могла себе позволить бокал вина. Ну то есть я вообще в принципе не какая-то, я не алкоголичка, я не наркоманка. Я там особо там не сладкоежка, но я за собой все-таки иногда замечаю то, что бывает такое, что я заедаю стресс. Самое красивое, я наркотиков не пробовала никогда никаких. Это хорошо. Но курение это тоже наркотик, кстати. Курение, алкоголь это наркотики, те же самые наркотики. Даже смотрю проект. Ну завтра я, кстати, поеду на проект, поэтому через неделю смотрите проект Дом 2 и все узнаете. Вот блин, ты мне так нравишься, ты мой краш. Спасибо большое. Почему выходные бокал два игристого я люблю? Вот у меня, кстати, есть тоже такая же не то чтобы проблема. У меня бывает такое, я особо замечаю, что нет-нет, но алкоголь я позволяю. Хотя я читала очень много статей и ученые, между прочим, разделились. Есть ученые, которые полностью против того, чтобы пили люди алкоголь, а есть ученые, которые наоборот считают, что небольшое количество алкоголя в организме это очень даже неплохо. Но небольшое количество алкоголя это максимум 150 граммов. То есть это не бутылка вина, которую там можно выглушить там за раз, да. Это там не какие-то там, не знаю, там не по три, там по 150, да. А это именно от 50 до 150. Потому что считается, что когда спирт впадает в мозг, образуется склейка, склейка кровеносных тел, если не будет, и получаются микроразрывы, микроразрывы сосудов. Из-за этого мозг как бы скукоживается в размерах. И вообще, когда пьешь алкоголь, случается атрофия мозга. Бесткиллер, здравствуйте. Сидим, поднимем за тебя бокалы, спасибо. Меня штормит от того, что я вижу и слышу, что ты отвечаешь. Я прям в шоке, Селена. Так. Какие у вас еще есть на этот счет? Комментарии, мне очень интересно. Курю каюсь, курю айка скальян, люблю очень редко, раз-два в год. Кальян куришь два раза в год. Или же айкос. Айкос, наверное, куришь как обычные сигареты, да? Не было никогда желания, например, избавиться от курения. Я руку поломал, что посоветуешь? Я посоветую сначала сходить к врачу, наложить, сделать рентген, если потребуется наложить гипс, потом пойти с этой рукой домой и другой здоровой рукой работать и зарабатывать деньги, ждать, когда выздоровеет эта рука. Вот что я могу тебе посоветовать. И рукой, которая гипс, не мочите в воде. Почему ушли из дома два? У меня, к сожалению, умер отец по семье МЦЭТС, она должна была выйти с проекта. А вообще кальян, он вреден? Конечно же, вреден. Тот же самый никотин. Но я верю, кстати, в паровые кальяны, которые без никотина. Привет. У меня была температура высокая, говорила, что ангина не подозревает. Тоже мой анализ отрицательный, у меня воспаление легких, все. Кто в больнице лежит, у всех одно и то же, воспаление легких. А я желаю тебе скорейшего выздоровления. Вот. Это очень хорошо, что ты сейчас вот как раз таки в больнице. Надеюсь, ты выздоровеешь, все будет хорошо. Одна вредная привычка – это смотреть эфиры Селены и избавиться от этой привычки. Что-то не получается. Доктор Марха, спасибо большое, моя хорошая. Привет, курочка моя, как ты? Хорошо. Ну так вот, ребята, давайте колитесь, кто как избавляется от стрессов. Есть ли такие люди, которые не пьют, не курят, ни кальяна, ни сигареты, даже по выходным, вообще вот прям не курят, вообще-вообще-вообще, и не сидят на антидепрессантах? Вообще, есть ли такие люди? Только не без вранья. Я заедаю сладким. Кстати, вы знаете, что сахар тоже считается наркотиком. Как раз таки вот эти вот рафинированные, вот эти вот рафинированный сахар, который добавляется в кондитерские, я ем. Вот я тоже начинаю заедать, но я стараюсь заедать чем-то таким. Прям, чтобы это было пожирнее, чтобы это было такое поуглеводнее, настолько не хватает эндерфина радости, поэтому многие начинают заедать. Когда нервничаю, не пью, не курю, так как мне 14 лет, йоу. Ну, вот и правильно. Как некоторые в 14 лет начинают пить и курить, что-то там пробовать. Писмилляхи рахмани рахим. Хочу курить, терплю два года. То же самое у меня. Я хочу курить. Прям есть лютое желание иногда. Покурить, вот знаете, не сигарету, а вот кальян. Вот сам этот процесс, когда ты куришь кальян, когда ты вдыхаешь вот этот вот дым, и потом выдыхаешь. И когда ты выдыхаешь дым, ты вот наглядно видишь, сколько из тебя выходит этого стресса. Я, например, этот стресс ассоциирую с кальяном. А я сейчас пью вино. Кстати, вино можно только в количестве 150 грамм. И еще, кстати, ученые разрешают одну-две бутылки в день после рабочего дня. Но я верю в то, что после того, как ты себя приучаешь как раз-таки выпивать, ну вот там одну-две бутылки в день, не важно там пиво, то это, наоборот, порождает алкоголизм. Потому что человек всякий раз, когда у него появляется стресс, как это же все влияет, да? Вот ты стрессуешь, пошел выпил алкоголь, да? Тебе хорошо, все супер. Это вот как со сладким, да? То есть, когда тебе плохо, когда тебе там тревожно, ты либо идешь, ты заедаешь, либо выпиваешь алкоголь, либо куришь сигарету. Вот всякий раз, когда ты там нервничаешь и так далее. На самом деле это очень, это не есть хорошо, потому что каждый раз, когда мы выпиваем, каждый раз, когда мы заедаем сладкие, что с нами происходит? Правильно, мы начинаем это замечать все на своих, все на своем теле, да? Когда мы, например, заедаем стресс сладким или жирным или калорийным, мы обращаем внимание, что у нас прибавился живот, попа, еще какие-то части тела, да? А когда, например, мы начинаем запивать наши проблемы алкоголем или там еще что-то, мы тоже обращаем внимание на то, что, во-первых, после алкоголя нам хочется больше кушать. Или же после алкоголя у нас опухшее лицо, да? И там еще какие-то там неважные вещи. Вот, поэтому, конечно же, лучше научиться, когда у тебя проблемы, решать проблемы, а не идти запивать это алкоголем, не идти запивать это, там, курить кальян и так далее и тому подобное. Вот, я как раз-таки сейчас к этому стремлюсь. Мне очень интересно докопаться до истины, чтобы без помощи антидепрессантов, без помощи каких-то еще моментов, да, научиться себя успокаивать. Вот, поэтому этот вопрос я сейчас активно изучаю. Он мне очень интересен. Ну, в общем, как-то так. Зайди ко мне, посмотри ролики, где я в больнице. Ролики посмотри интересным. Интересно. Хорошо, если будет время, обязательно я зайду. Спасибо за приглашение. Можно вопрос, ты сейчас где? Я сейчас у себя на даче. Ну, очень часто, кстати, помогает, знаете, что я вам скажу, когда вам плохо, когда вам становится не по себе, выпейте стакан воды. Когда у вас нервы, начните замещать ваши нервы, ваши какие-то переживания стаканом воды. Когда вам хочется курить, пейте воду. Когда вам хочется выпить алкоголь, выпейте стакан воды. Когда вы хотите еще что-то, выпейте стакан воды. Во-первых, будете здоровее, ваша кожа будет подтянута, вы будете моложе на несколько лет. И, в общем, попробуйте замещать, когда вы хотите сколько раз покушать сладкое, или, например, еще что-то, начните замещать это стаканом воды. Это реально помогает. Вот я на себе это проверила. И недавно, буквально, я съела конфету, и у меня после этой конфеты разболелась очень сильно голова, потому что она чрезмерно просто для меня была сладкая. Селен, или музыка, или музыка, кстати, тоже мне музыка очень часто помогает. Как чувствует сейчас твоя мама? Она очень похудела. Так, ребятки, извините, я камеру отверну, потому что я тут... Я тут как-то... Поэтому я всегда, когда хочу съесть... Шоколад, или когда я хочу покурить что-нибудь, я просто наливаю себе стакан воды. Можно налить стакан воды с лимоном, можно налить стакан воды с тем, что угодно, можно, не знаю, стакан воды с персиком. Кстати, очень классно, сладкое, заменяют персики. Ну, такие нормальные, свежие персики. Ты хочешь детей? Да, конечно, я хочу. Я хочу троих детей. Для меня идеально. Надеюсь, не все видели мои трусямбы. Не скажи этому... Так вы сами скажите, вы же здесь сидите, вы можете мне писать. Если он понимает, что у меня перелом, пускай вверх к врачу. Уже взрослый человек. Здравствуйте. Почему-то разделась. Потому что мне так комфортно. Я вообще родилась голая, я вам хочу сказать. Не в одежде я родилась. Почему не на поляне? Завтра буду на поляне. Возвращаюсь на Дом-2. Зачем? Кому? С кем мне там строить отношения? Возвращаюсь на Дом-2. Ух. Ты левша? Нет, я бравша. Ну, я могу, кстати, и левой рукой. Вот, поэтому иногда я с собой замечаю. Вот, я иногда, бывает, могу выпить алкоголь, а потом, не знаю, там месяц не пить, там, вообще, там. Я пью алкоголь, но очень редко. Я вот думаю, может вообще от него отказаться. Сахар я не ем. Булочки я не ем. А вот иногда выпить ино красное. Это вот прям, надо бывает на такую милую душу. Как вы думаете? Оставить всё как есть и всё-таки не пить? Вообще. Жизнь одна. Вот видите, жизнь одна. Кто-то говорит, жизнь одна, кто-то говорит, не пить, кто-то говорит, пить и так далее. Видите, мнение постоянно разделяется. То есть даже вообще стаканчик, даже бокал. Пить, конечно, Валюша. Делай как душе угодно. Чем сейчас мажешь? Оставить всё как есть. Ну, оставить всё как есть. А вот, например, прикиньте бы, если бы я была бы алкоголиком каким-то конченным. Вот просто сидел бы кругом, у меня тут бутылки там, туда-сюда. Я сомневаюсь бы, что вы мне сказали. Прими ислам и убери всё. Кстати, в исламе есть мусульмане, которые бьют себе татуировки. Тем более, что татуировка не мешает умывению. Татуировка не мешает проникновению воды мне под кожу. Вообще. Представляете? Поэтому, ребятишки, татуировку я ничего не буду убирать. Это мой фирменный знак. Нет, не жалею. Наоборот, только рада, что я это сделала. Знаете, как говорится? Мам, я хочу тату. На лбу набей себе тату. Окей, мам. Так и сделала. Как говорится, дорогие родители, не советуете детям того, чего бы они не хотели сделать. Того, чего бы вы не хотели, чтобы они сделали. Егор ждёт. Привет, Егор. Привет, Егор. Привет, Егор. Привет, Егор. Я так скучала без тебя. Буквально, женщина. Ну, знаете что? Ты её знак, это круто. Да, это мой бренд. Что-то изменить, ты это сделаешь. Что-то изменить, ты это сделаешь. Ну, хорошо, вот, например, ты решила построить серьёзные отношения. И твой мужчина не пьёт. Но ты же, вот, например, смотри, ты хочешь, например, построить серьёзные отношения. И хочешь, например, семью. Ну, да, создать. Ты бы приняла бы в отношениях, чтобы твой муж выпивал? Или, например, курил сигареты. Ты бы хотела? Нет, я бы не приняла. Нет, я бы не хотела. Но тогда, получается, и ты бы не хотела, и ты, и, наверное, он бы не хотел, чтобы ты пила и курила. Да, и я буду ему помогать. То есть, помогать в плане того, чтобы пить? Ну, хорошо, а как вы будете детей воспитать, например? Ты бы приняла, если бы твой мужчина, например, пьяно подошёл бы к твоему ребёнку? Вот это я глазюки себе нарисовала, да? Прям уф-уф. Ты женщина, наверное, сегодня как-то слишком красивая. Мой муж курит. Он не пьёт вообще, а мы немного прибухиваем с подруги. С подруги. С подругами. Никогда. Не, ну он же прибухивает там, если он, например, выпил. Там чуть-чуть. Ты бы позволила ему пьяно подойти к ребёнку? Это не лифчик, это спортивный топик. Ребята, я понимаю, что моя грудь просто не даёт вам, походу, покоя. Поэтому многие здесь, походу, плюются с желчью, да? Мак. Класс, в глаза. Спасибо, Еселенка, люблю тебя. Спасибо. Сейчас больше материал кашей, чем отцов. Потому что пошла мода на прибухивать, потому что мы постоянно видим в роликах, это всё на самом деле, большинство, это всё на нас на самом деле действует. Вот эта вот реклама. Очень часто действуют у нас блогеры, которые в своих, в своих инстаграмах, например, бухают, да? То, что там алкоголь, не алкоголь, да? То есть, да пошло нам к чёрту, и ты начинаешь пить. И вот человек видит, что человек весело, да, когда он прибухивает. Ему знакомо это состояние. И что он делает? Правильно, он бежит за алкоголем. Чтобы быть максимально похожим на этого человека, который там в инстаграм только что при нём прибухнул. Поэтому я сейчас... У меня на самом деле есть психологическая травма, но не то чтобы психологическая травма. Мой папа, например, он любил выпить. Ну, то есть, да? Не то чтобы любил выпить. А он... Это не пузо, кстати. Просто я сижу расслабленно. У меня нет пузо. У меня всё хорошо с моим животиком. У меня папа, например, он... Мог, например, позволить себе уйти в запой на очень долгий срок. И я просто видела, что происходит с человеком, когда его этого вдруг лишают. То есть, каждый раз, когда у моего отца был стресс какой-то или ещё что-то, он начинал очень жёстко пить. И с алкоголем, между прочим, потерял свой бизнес. У меня, конечно, нет такой зависимости, но, тем не менее, мне интересно, возможно ли человеку вообще жить как-то без алкоголя, жить как-то без того, чтобы он курил, и так далее, и подобное. Нет, на самом деле не хожу в зал. В зал я занимаюсь дома. Зачем мне в зал ходить, если могу дома заниматься? Все отжимания, все упражнения я делаю дома. Я не хожу в зал. Зачем? Там тем более коронавирус. И плюс, как бы, да, такое живое общение, непонятно с кем. Не люблю, когда меня лишний раз кто-то трогает. Там за руки, за ноги хватает. Очень не люблю это. Мы басиком по снегу бегали. У меня папа тоже любил выпить, и у меня есть этот страх. Мы басиком... Вот Левалюша, знаешь, у меня тоже такой страх. У меня очень большой страх выйти замуж за мужчину, который не контролирует дозу выпитого. Ну, то есть... И у меня даже такой страх, что если этот мужчина, например, выпивает, что в будущем, да, он сможет, может стать таким, знаешь, прям алкашом-алкашом. И я просто помню те моменты, когда мы ходили за папой, с мамой там в гараже, как к каким-то мужикам, с которыми набухали. И из-за этого он потерял свой бизнес, он потерял свою там работу и так далее. И как бы были такие очень сложные достаточно времена. И поэтому для меня это большой страх. И вот я, ну, как бы, да, тоже иногда бывает покуриваю, бывает там выпиваю, но я не алкашка, да, какая-то. То есть очень редко бывает то, что я могу там выпить, да, бывает, что я там как-то еще покурить. И я вот на самом деле хочу, да, наоборот, чтобы помочь людям, которые страдают этими зависимостями, да, то есть я знаю, что это такое, я знаю, как это страшно, когда человек пьет и так далее. Сразу смотри, как завязывается общение, тянет ли его на это, или как часто. Да, могу сначала пить 0,5, а потом 5 бутылок и раз, и за раз угомонить, и до белки. Да, могу сначала пить 0,5, а потом с 5 бутылок. Вот это всего, на самом деле, это очень часто вот начинается. С одной, там, двух бутылочек по вечерам, ничего такого особенного, там, бокальчик, винишко, а потом уже ты себе не представляешь вечер без бокала вина, без бокала алкоголя, там, или, допустим, каждую тусовку ты не можешь себе представить, там, без, там, наркотиков, или еще что-то, все начинается, на самом деле, с одной бутылки пива. И когда ты ловишь вот этот вот кайф, вот этот кайф расслабления, ты потом не сможешь от него отказаться. Так, что там у нас? Ты лучшая, спасибо, привет, сразу, смотри, когда... Ага, ага. Агапитова, привет, привет. Ребятки, кто со мной хамски общается, с претензиями какими-то, я вас прошу, либо выйти с моего эфира, либо, как-то, не знаю, ждать своей очереди, потому что я не люблю общаться с хамами, и, как бы, не заставляйте, пожалуйста, меня грубить. Сейчас боюсь за сына и оберегаю, чтобы не видел. Угу. Ну, а вы как-то не пытались мужа лечить от алкоголизма? Была в Краснодаре? Нет. Ну, и тогда надо сбросить груз и нажраться. Вот, кстати, многие говорят там, типа, нужно сбросить груз, нужно там еще что-то, нужно еще что-то. Вот люди просто берут и нажираются. Зачем Анита так свою маму опозорила? На самом деле, я не понимаю Аниту в этой ситуации, вообще я не понимаю. Зачем так? Сначала мама, ты обвиняешь в алкоголе, потом ты пишешь, ну, нет, как бы, у нас все нормально, у нас все хорошо, но объясни ты так, что, типа, мамуль, ну вот, у нас в мясе была травма, там, ты не пустила меня домой там под этим состоянием. Ну, она, получается, считает свою маму действительно алкашкой. Это правда, это так. Она считает свою маму, потому что мама может напиться, и что мама может вот так вот ее не пустить. У нее же была ситуация до съемок ББ, значит, это действительно так. Это действительно такая история, это действительно проблема. Да, она любит свою маму, но дабы просто избавиться от лишних комментариев, конечно же, она пишет такие вещи, что у нас с мамой все хорошо. Мать, как дела? Хорошо. Вот, поэтому алкоголизм — это очень такая, очень-очень лютая тема. Из алкоголя на самом деле умер мой отец. Чрезмерный алкоголь, неправильное питание, вредные привычки. Он курил, выпивал очень много, позволял, и как бы кушал неправильно, питался неправильно. Куда тикток пропал? Все будет, дом 2 Чозан, мои сладкие, мои хорошие. Спасибо большое, что со мной, мне очень приятно, мои дорогие. Я хочу просто сделать качественный контент, и если вы видите, то я сейчас прорабатываю свою ленту, прорабатываю все. Вот, и я хочу, чтобы у меня был нормальный, модный контент. Вот, тикток обязательно будет, мои сладкие. Обязательно. Спасибо большое, что со мной на связи. Ребята, подписывайтесь, пожалуйста, на дом 2 Чозан. Это очень ребята, такие ребята, которые со мной, наверное, с первых дней. Я не знаю, я прям как-то, не знаю, в общем, как-то у меня к ним очень доброе и хорошее отношение. Тоже папа не укурил, но умер из-за бутылки. Слен, ты крутая, спасибо большое. У нас в больнице каждая вторая такая, как ей после этого возвращается на работу, так мне жалко эту женщину. Да, видим все, видим молодечек. Спасибо большое, спасибо. Ребятки, давайте взаимный пиар сделаем. Кстати, два Чозан, мне сейчас нужно немножко аудиторию поднять. Завтра, кстати, я еду на дом 2. Не скажу зачем, пока что. Секретики, секретики, секретики. Ой, сколько слез принес этот алкоголь, сколько женщин страдает. Это мужья пьют, это детишки, остается без родителей. Да, поэтому я сейчас на самом деле очень сильно занимаюсь этим вопросом, так как я прошла через это все. Я пробовала алкоголь, я пробовала сигареты, я пробовала наркотики. Я знаю практически все эффекты, которые только могут быть от этого. И я не советую никогда не пробовать алкоголь, никогда не пробовать сигареты, никогда не пробовать наркотики. Я вот просто искренне не советую, потому что, да, конечно же, наступает облегчение, конечно же, у вас состояние эйфории, состояние лёгкости, состояние, что вот весь мир, весь мир — это вот просто, я не знаю, как будто вы любите весь мир, вот всё у вас хорошо. Но когда эффект проходит, когда вам плохо становится, когда у вас начинаются проблемы, когда у вас начинается это, вы опять возвращаетесь к этой бутылке, к наркотикам и так далее. Ну, в принципе, каждый человек, каждый человек, который живёт на планете Земля, рано или поздно умрёт, да. То есть и у алкоголиков, наркоманов и тех, кто курит сигареты, да, у них есть очень хорошая отмазка, да, очень хорошая, как сказать, их защита, да. Живём один раз, и жалко помирать здоровым. Ну, то есть, да, здоровый-здоровый-здоровый, такой оп, и умер. И вот на самом деле, каждому человеку решать, от чего вы хотите умереть. Вот либо вы хотите умереть от того, что там вас там прибило от кайфа, где-то там, ну, там, например, на тусовке, да, там от алкоголя, от наркотиков и так далее. Либо вы хотите умереть в кругу своей семьи, да, когда рядом с вами там здоровые внуки, здоровые сыновья, там, да, здоровые там мамы, когда у вас вот так, да. То есть каждый человек выбирает сам, как бы он хотел умереть. Но есть, конечно, бывают и случаи, что люди болеют, и там у них там бывают и какие-то патологии сердечные и так далее, и тому подобное. Бывают, что какие-то проблемы связаны там с кредитами, кто-то теряет работу вовсе, кто-то не может найти работу, у кого-то там безденежье, да. Люди бьют из разных причин, на самом деле. Но если собрать свои мысли в узелок такой, в нормальный, то, в принципе, выходы есть, да. То есть у меня, я сама, да, на самом деле сейчас попала в такую ситуацию, в очень нелегкую, я вам хочу сказать, в очень. Я пошла на проект с кучей своих, с кучей долгов. Я пошла на проект с кучей нерешенных вопросов. То есть у меня были долги за машину, у меня там были там, ну, как бы, да, то есть мне нужно было родителей как-то содержать. То есть, да, я пошла на проект, потому что у меня была такая любовь. Я из-за любимого человека вообще там оставила свой бизнес, да. Я вообще начала там, я начала, я выпивала, а потом вообще я там попробовала наркотики. И у меня постоянно, каждой тусовке, это были алкоголь, наркотики и сигареты. Это вот прям обязательно. То есть вот у меня было такое в жизни, понимаете. И я как бы настолько загуляла, настолько стусила, настолько мне было кайфово и хорошо. Вот просто потому, что вот я как бы с такими же, как и я, да, людьми, у которых тоже такие же проблемы, они так же забывают с помощью наркотиков, с помощью алкоголя, с помощью сигарет, да. То есть я понимаю это состояние, прекрасно ты понимаешь состояние, но это не выход. Это только тебя ещё больше закапывает в твои же проблемы. И я от этих проблем ушла на Дом-2, потому что я понимала, что всё, моя жизнь, вот как я рассталась со своим бывшим парнем, моя жизнь пошла под откос. Вот конкретный под откос. И я не знала, куда же идти. Я хотела найти любовь. Я хотела найти, я хотела найти семью построить. И я поняла, что я так не построю семью, если я буду кайфовать, если я буду там что-то вот это. Поэтому я ушла на проект. Я ушла на проект, и я была очень рада, что я там нахожусь. Для меня проект — это какое-то такое место было, где я чувствовала себя в какой-то, не знаю, безопасности, что ли, от этого всего. Ах... Ах... Спасибо. Продолжение следует...